Пойдем париться? Да! Здравствуйте! Мы на канале Фарнакс Филм, в банном комплексе Добрая Банька, и мы продолжаем тему парения. Сегодня мы поговорим с Еленой Шмаковой о детском парении в преддверии Нового Года. Ведь Новый Год – это семейный праздник, а в баню принято ходить всей семьей. Добрый день всем! Рада вас снова приветствовать, и сегодня мы будем работать вместе с Элитой. Подскажите, пожалуйста, с чего мы начнем? Какие этапы вообще будут парения у Элиты? Поскольку Элита у нас уже ходит в баню, и она заядлая парильщица, то с ней будет достаточно просто. Но если бы она была в первый раз на парении, тогда вначале ее нужно было бы прогреть, а потом мягко, аккуратно познакомить с венчиком, дать его потрогать, понюхать, погладить венчиком аккуратно. Можно аккуратно махнуть теплым воздухом, паром, бесконтактным. И только потом аккуратно переходить к мягким прикосновениям, именно пошлепывающим, поглаживающим, прогревающим. Все движения в парении должны быть для ребенка очень нежные, очень аккуратные, очень бережные. И никакого хлистания. Дождик хочешь? Ой! Ой, дождик! То есть ребенок должен понимать, что с ним происходит при каждом движении парильщика, либо мамы, папы. Правильно? Да. Желательно ребенку озвучивать каждое действие, которое сейчас будет сделано. То есть давай ему сейчас венчиком тебя погладить. Аккуратненько тебя, смотри, как он потрогает. Потрогай на тебя венчиком. Венчик! Давай я сейчас на тебя помашу теплым воздухом. Чтобы не напугать. Да, а сейчас я немножечко подам парку. И лить при этом важно очень плавно, аккуратно, медленно, чтобы пар не вспыхивал. Елена, я знаю, что вы мама восьми детей. Очень часто возникает вопрос о том, можно ли парить детей, с какого возраста. И очень много видеороликов в интернете, где парят маленьких детей, там 6-7 месяцев. И у людей вызывает это шок. Расскажите, пожалуйста, можно ли это делать и при каких условиях? Ну, конечно, можно. Потому что, если мы посмотрим в наше прошлое, когда не было душа, в ванной, народ ходил в баню. И, естественно, в бане мылись в том числе и маленькие дети. Другое дело, что они делали это грамотно. Например, с маленькими детьми заходили в баню не париться, а именно помыться после того, как все взрослые члены семьи уже погрелися. То есть баня должна быть такая нежаркая, остывающая, мягкая, аккуратная. Очень желательно знакомить ребенка с баней плавно и постепенно. И главное, чтобы там не было никакого насилия, и все это было через удовольствие. Наверняка, буквально у каждого второго взрослого есть в запасе история о том, как в детстве его таскали в баню, жарили огромным жаром, хлистали веником. И после этого люди перестают любить баню на долгие-долгие годы. Чтобы не испортить впечатление от бани, ребенка нужно первый раз доводить туда в хорошем настроении. Первые заходы должны быть небольшие, буквально на одну минуточку. И желательно в невысокой температуре. В этом случае деток можно парить действительно буквально с рождения. Ну, не парить, греть. А парить это только по мере того, как ребенок привыкает пребывать в бане, привыкает к температурам, видно, как он реагирует на влажность. И мягко-мягко, аккуратно его можно тогда знакомить именно с парением. Вы говорите, после родов прям сразу можно с ребенком пойти в баньку. Подскажите, а какой возраст, вообще как это происходит? Он же совсем маленький, как его можно на полок положить? Ну, совсем маленькие детей обычно кладут на коленочки к маме. И, естественно, мама садится пониже и держит просто ребенка у себя на руках. Так он избегает перегрева. Очень важно следить, какого цвета у младенчика будет кожа. И если вдруг он начинает проснеть, то нужно быстренько выходить. И если появляется беспокойство, то тоже надо быстро покинуть парилку. Важно помнить, что совсем маленькие дети не потеют в парилке. Поэтому ожидать, пока они согреются и вспотеют, бесполезно. Просто ориентируемся на состояние и время. Ручки попарим? В зависимости от возраста температура должна быть разная. Если мы говорим о детках до года, то температура в парилке должна быть не больше 40 или 50 градусов. Детки-дошкольники желательно, чтобы парились при температурке от 50 до 60 градусов. Для детей-школьников температура может меняться. Иногда для подростков даже 80 градусов будет комфортно. Но они уже могут ориентироваться на свои ощущения. Время пребывания в парилке тоже должно быть очень строго регламентировано. Пусть лучшие заходы будут короткие, а пауза между ними для отдыха будет подольше. Скажите, пожалуйста, а какие веники рекомендуется использовать для детей? Если говорить про парение веником деток, то лучше использовать веники с мягкими листиками. Это могут быть классические березовый веник, либо веник, например, из липы. Потому что липа хорошо действует на детей при простудных заболеваниях. Она помогает органам дыхания. Это также может быть калиновый веничек, который можно использовать летом. Калиновый веник хорошо использовать, если у ребенка есть проблемы с кожей. Любые другие веники тоже можно брать. Но важно смотреть, чтобы он был мягко запарен, листик был распаренный, мягенький. Деткам было приятно. Еще очень важно, чтобы размер веничка для ребенка был небольшой. Если дети дошкольного возраста, то желательно использовать вообще небольшие ладонные так называемые венички, которыми очень четко, грамотно можно пропарить маленькое тело ребенка. Венички должны быть именно тепленькие, не горячие. То есть очень важно, чтобы они не перебивались. А проверять их можно на себе. Какие бывают самые основные популярные ошибки в детском парении? Во-первых, первая ошибка – это сразу поддавать жару. Поддать пару побольше. Ребенок обычно пугается резкого всплеска жары. Им трудно дышать во влажном воздухе. И они просто после этого не хотят даже заходить в парилку. Это очень частая распространенная ошибка. Вторая ошибка, тоже совершаемая родителями с благих побуждений. Когда для ребенка ставят тазик с прохладной водой внизу на полу, его туда усаживают и парятся. На самом деле такое распространенное заблуждение, что ребенку в воде будет хорошо. Но ребенок находится в прохладной воде не целиком, а голова находится вверху в жарком воздухе. И вот этот перепад температур, он очень негативно сказывается на ребенке. Терморегуляция у них пока еще не совершенна. Поэтому лучше, если уж вы ставите тазик, то тазик будет с теплой водой и стоит примерно на середине парилочки. Елена, мы как взрослые люди используем контрасты в бане. А для детей это приемлемо? Водные процедуры, контрасты какие-то, что именно для детей нужно? Для детей резкие контрасты вообще не приветствуются. Даже просто выйдя из парилки, ребенок получает перепад температур. Поэтому для детей достаточно, если вы при выходе из парилки просто полоснете его теплой водичкой и завернете в сухое теплое полотенце, чтобы температура сохранялась, ребенок остывал плавно. Это касается деток до школьного возраста. Детям постарше может понравиться использование более прохладной воды для контраста. И здесь такая можно надпись «Добрая банька лучше». Ну как, понравилось тебе парение? Мне очень понравилось. Было и тепло, и уютно, и комфортно. Все включено. Мне очень понравилось. Веники были мягкие, теплые. Баня была теплая, в принципе. Ну, парилка. Правда, я вся была в листьях, но это ничего страшного, потому что там у нас есть душ. А как тебе липовый венчик? Липовый веник. Когда вы давали мне понюхать, его очень вкусно было. Пахнет. Дождик меня еще катал. Спасибо за парение. На здоровье. Елена, сегодня мы, конечно, на своем опыте убедились, что детское парение, оно по правде очень особенное. И не надо бояться брать с собой детей в баню и вместе с ними париться. Ну, конечно. Надо ходить в баню всей семьей и радоваться всем вместе. Приучайте своих детей к бане с рождения. Пусть у них будут хорошие и здоровые привычки. Подписывайтесь на канал Фарнакс Филм, и вы узнаете много интересного и полезного. С легким паром!